Здравствуйте, мои прекрасные зрительницы! Приветствую вас на своем канале Модэйджи Димы, канал Модэйкрасоте, также об умном шопинге. Я приветствую всех на марафоне неземной красоты. И речь сегодня пойдет об уверенности в себе. На самом деле, я никогда не думала, что буду записывать такое видео. Подобные видео я часто встречаю на Ютубе, почему-то они мне выходят в рекомендованных, но сама я никогда их не смотрю, потому что, ну, потому что мне кажется, что вообще человек только с определенным образованием может рассказывать о том, как можно в себе взрастить уверенность в себе. Ну и просто, наверное, у меня никогда не было необходимости. Я никогда вообще не задумывалась, уверенный я в себе человек, либо не уверенный в себе человек. Но недавно я получила очень интересный комментарий, и таких комментариев, к счастью, к моей радости, их становится все больше. На мой канал возвращаются зрители, которые были подписаны на меня вот с самого-самого начала существования канала. Это какие-нибудь первые месяцы. Большое им спасибо, они меня очень поддерживали. Сейчас я смотрю свой первый контент, я никогда не буду его удалять. Многие блогеры, многие авторы удаляют свой первый контент, но действительно, я сама люблю смотреть ранние видео успешных блогеров. Я надеюсь, что меня ждет судьба успешного блогера. Но в любом случае, любой блогер, который существует на Ютубе примерно 3 года, моему каналу полтора, чуть больше лет, это блогер, который очень сильно развивается. Он становится, он как будто бы становится другим. Он примерно то же самое все рассказывает и говорит, но тем не менее, ты видишь, как он изменился. И ты смотришь на определенные видео, пытаешься понять, вот в чем, что было такого, что позволяло ему, ну так, не очень хорошо выглядеть, скажем так. Что было такого, что сейчас он выглядит, ну вроде все опять же то же самое, пластику не делал, гугл не увеличивал, не увеличивала, но вот что-то неуловимо другое. И я получаю комментарии о том, что я стала по-другому вести себя на камеру, по-другому выглядеть. И я могу сказать, что это действительно так. Поэтому я решила записать это видео про уверенность в себе, потому что вот эта некая уверенность в себе, которая не совсем даже уверена в себе. Сейчас я расскажу, как я вижу эту ситуацию, почему вот это происходит с многими блогерами. На самом деле, это одна из тех вещей, которые мне нравятся на Ютубе больше всего. Смотреть с того, как человек выглядел, как он начал, как он говорил, как он чувствовал себя перед камерой, и как он ведет себя перед камерой, как он общается со своими зрителями здесь и сейчас. И на самом деле, удивительно, но очень многие блогеры вот создаются ощущения, что они общаются со своими зрителями. Но на самом деле они записывают на камеру и смотрят в маленькую точку, в которую даже трудно смотреть. Я записываю на айфон, я эту точку, где-то примерно она у меня там находится, ее даже не видно. Так вот, я действительно вижу, что люди начинают по-другому себя чувствовать, говорить, вести себя и преподносить себя. И это, я понимаю, очень-очень важно для того, как мы выглядим. Потому что по себе я могу сказать, я человек, который ничего в себе не поменял, ну чуть-чуть похудел, но я не начала с каким-то безумным лишним весом свой канал. Вот у меня волосы сейчас другого цвета, я считаю, что этот цвет не очень-то меня украшает. Но тем не менее, тем не менее, выгляжу, на мой взгляд, я на камеру несколько лучше. Сейчас я расскажу вам о тех приемах, которые вы сможете легко внедрить в свою повседневную жизнь. И, соответственно, выглядеть лучше, ничего не покупая, ничего не делая, просто используя вот такие приемы, которые, наверное, проанализировав, может выделить для себя каждый автор любого канала. Итак, первое, это осанка. Вы не поверите, дорогие зрительницы, я поняла, насколько это важно. Да, я всегда знала, насколько это важно. И мама с детства нам говорит, осанка, голова, вот эта вот высокая, которая нам кажется очень странно высоко приподнятой, если мы себя в зеркало не видим. Если мы встанем перед зеркалом, опустим плечи, поднимем шею, подбородок, поднимем так, как он должен находиться, например, так, как я сейчас, мы увидим, что мы выглядим достаточно нормально, мы не выглядим странно. Но если мы себя в зеркало не видим, если у нас нет привычки вот таким образом себя нести, себя преподносить, по-другому не скажешь, нам будет казаться, что ну как-то у нас прям подбородок задран, как-то голова назад откинута, и вот мы себя некомфортно при этом чувствуем. Поэтому, как правило, мы вот некомфортно себя чувствуем как-то вот так. Я на самом деле начинала много раз рассказывать, записывать видео вот так, на монтаже не могла понять, почему я в начале видео так хорошо выгляжу, мне нравится, а вот в конце видео что-то меняется, вроде не могу понять что. А было вот так вот, я начинала вот так вот смещаться, вот так вот уже сидеть, вот таким образом все менялось. Поэтому, дорогие зрительницы, осанка это очень-очень важно, это не стоит ничего, более того, это вклад в наше собственное здоровье, потому что правильная осанка, это прежде всего правильное расположение внутренних органов, это правильная циркуляция крови, кровь должна циркулировать, лимфа должна циркулировать, все жидкости должны циркулировать, для того, чтобы если есть какое-то воспаление, какое-то заболевание, чтобы организм справлялся с этим своими силами, поэтому это зажатие, оно не ведет ни к чему хорошему и выглядим мы на самом деле очень-очень плохо. Простая белая футболка, мужская, кстати, на мне, а также простая черная юбка, но надетая, что называется, на женщину, которая может держать осанку, может позволить себе не стесняться приподнять подбородок и вытянуть свою прекрасную шею, у всех у нас прекрасная шея. Кстати, вытянуть шею и держать ее так, как нужно, держать, как предусмотрено природой прежде всего, это также очень хороший фейсбилдинг без каких бы то ни было усилий. Поэтому осанка, еще раз осанка, искренне советую всем держать. Еще одна вещь, которая позволит вам классно и хорошо выглядеть, это, конечно же, грудь. Это не значит, что всем нужно сделать себе грудь. Я, например, человек, который искренне полагал, что родив определенное количество детей, я тогда еще не знала, сколько мне будет дано судьбой родить детей, в общем-то, пойдет и сделает себе грудь, но перенеся огромную, огромную родовую боль, а также огромную боль, когда мне удаляли зубы, которые не выросли и были в отрицательном наклоне, что сверху, что снизу, я поняла, что я настолько себя люблю, что делать еще операцию ради того, чтобы у меня была какая-то красивая грудь, я, например, не готова, не готова себя подвергнуть такой экзекуции. Самый обычный, хороший бюстгальтер. Мне, кстати, сделали тоже комплимент, девушка спросила, возможно, она ранний, а точнее недавний зритель, она не видела, что у меня есть видео про лифоны и не лифоны, о том, как важно действительно, чтобы грудь поддерживалась. Во-первых, это очень удобно, а во-вторых, опять же, на монтаже я заметила, и у одного блогера я прочитала очень обидный комментарий, девушки написали, что, в общем-то, у нее в сколько-то там лет, ей 20 с небольшим, уже обвисшая грудь, но, что я хочу вам сказать, дорогие зрительницы, мы, когда смотрим на себя в зеркало, мы надеваем нижнее белье, надеваем нашу одежду, выходим из дома, у нас все достаточно хорошо крепится любым бюстгальтерам. А вот в процессе, что называется дня, нехорошее, некачественное, нехорошо подобранное белье, оно, в общем-то, будет нам делать этот эффект незаметный для нас, потому что даже если мы заходим в зеркало, где есть какой-то общественный туалет, то мы видим себя, как правило, вот так. А если даже зеркало у нас вот так и полностью нас берет, то мы смотрим только на свое лицо, нас интересует, как правило, только наше лицо. Так вот, на монтаже я заметила по себе самой, что когда я надеваю определенный бюстгальтер, когда я надеваю определенный бюстгальтер, это две большие разницы. Первое, что я сделаю, когда Данечка пойдет в сад, и Габрюшечка пойдет в школу, и все, что называется, устаканится, я поеду выбирать себе недорогое бюджетное белье. Я убеждена, что я найду очень классные, недорогие бюджетные варианты в Тенезис, в Интимисиме. Да, в общем-то, в любые вот эти марки я зайду, покажу и, скорее всего, сниму даже видео о том, как я выбрала, на что обращать внимание, потому что опыт определенный у меня имеется. Не нужно стремиться к Ла Перле, потому что Ла Перла бюстгальтер, я посмотрела, зашла на сайт, стоит 200 евро, но я считаю, что и за 20 евро можно все прекрасно себе подобрать. Так вот, пожалуйста, обращайте внимание, что хорошо скроенный бюстгальтер, найти который, скорее всего, потребуется потратить очень много времени, это очень-очень важно для того, как мы выглядим, потому что грудь должна быть там, где она предусмотрена в наши 18 лет, когда нам уже 28, 38, 48, 58, в общем-то, нужно ее поддерживать при помощи средств, которые, к счастью, имеются в современном мире. А также улыбка, улыбка. Я, когда записывала свои первые видео, я заметила, посмотрите их ради интереса, есть лупа на канале, вы можете любую тему выбрать, ну и также сделать сортировку по самым старым видео. Я не улыбаюсь на тех видео, хотя я человек жизни очень улыбчивый. Вот так, как я сейчас говорю, я также общаюсь со всеми, наверное, даже больше, потому что, ну, все-таки камера, она подразумевает, что ты и руки должна сдерживать, ну и как-то так более сидеть, чтобы зрителей не раздражать. Так вот, камера накладывает определенные ограничения в жизни, скажем так. Я тоже очень улыбчиваю, очень сильно размахиваю руками, очень люблю жестикулировать, чтобы все это было видно и хорошо. Наверное, профессия адвоката была бы мне в самую пору, но тем не менее, на первых видео видно, что я не улыбаюсь, и я это сразу заметила, вот эту разницу между собой и собой. Я это сразу отследила на монтаже. Также, поэтому, что я хочу вам сказать, дорогие зрители, улыбка – это очень важно. Улыбка у многих женщин ассоциируется с морщинами, забыла, как называются эти морщины. Но тем не менее, многие фейсбилдеры говорят, и я могу по себе сказать, как человек, который очень много улыбается, у меня вообще нет заломов даже на коже. Здесь у меня есть заломы, когда я не улыбаюсь, видно бороздки от гусиных лапок, хотя они не глубокие. Так вот, я могу сказать, как и многие фейсбилдеры, утверждать, что да, по своему собственному опыту, улыбка является тренировкой наших скуловых мышц. Для того, чтобы у нас не было носогубных складок, вот как они называются, нам нужно тренировать вот эту зону. Улыбка прекрасно тренирует. Очень многие упражнения, которые тренируют нам вот эту скуловую мышцу, они направлены на улыбку, на имитацию улыбку в определенном, скажем так, положении, когда улыбку выдавить из себя сложно. Поэтому улыбайтесь много. Это украшает ваше лицо, это располагает окружающих. Ну и вообще, когда мы улыбаемся, мы кажемся людьми очень успешными, как будто бы у нас все хорошо. Но самое главное – наш мозг, и мы сами начинаем воспринимать нашу жизнь действительно таким образом, что у нас все хорошо, потому что определенные сигналы от нашей мимики, они посылаются в наш мозг, это доказано. Поэтому улыбка также позволяет, не тратя ни копейки на нашу внешность, выглядеть все-таки нам лучше. Если вы стесняетесь своих зубов, не у всех была возможность, как у меня, относить брекет-систему, у меня нет виниров, я чищу зубы кокосовым маслом, поэтому мои зубы прекрасные, блестящие, и максимально белые, насколько это дано мне природа. Если будете вычистить любым растительным маслом, будет также у вас. Научитесь улыбаться без зубов, это возможно сделать. Я когда-то, кстати, стеснялась своих зубов, но это, в общем-то, были какие-то пороки юности, не пороки, точнее, а, как называются, комплексы юности. И я, соответственно, умела улыбаться вот так. Тоже неплохо, не всегда нужно улыбиться во все свои прекрасные зубы. Поэтому научитесь улыбаться, так как вам улыбается. Тренируйте, кстати, улыбка с закрытыми губами – это лучшая тренировка, чем с открытыми губами, потому что с открытыми губами легче улыбаться. А вот с закрытыми подтянуть уголки губ наверх – это гораздо сложнее. Это будет вам прекрасная тренировка для вашего лица. Но, опять же, очень многие будут вас воспринимать как личность успешную, у которой все хорошо. И, соответственно, вы выглядеть в их глазах будете гораздо-гораздо лучше, чем личность неуспешная. Кое-как разобрала, что я написала себе в следующем пункте. Это были магазины. Но видео уже получается слишком длинным. Я вынесу эту историю про то, как я ходила по магазинам. И история эта будет очень поучительная. Я ее уже собиралась рассказывать примерно полгода назад, когда мне задавали вопрос снова про уверенность в себе, как ее добиться. Но прежде всего, фэшн-уверенность в себе. Я вынесу это в отдельную историю. Возможно, тоже в рамках марафона. Я назову, наверное, это видео «фэшн-уверенность». Наверное, так все и будет. Но это видео я закончу, конечно же, на красных ногтях и красной помаде. Это очень круто смотрится. Очень-очень многих раздражает, когда мы хорошо выглядим. Но, тем не менее, так же, как улыбка, нас воспринимают как особо смелых. И даже если у нас нет вот этой внутренней уверенности в себе, потому что видео посвящено, по большому счету, уверенности в себе, которую очень трудно, кстати, себе воспитать. Очень трудно быть уверенной в себе личностью. Я, например, если задуматься, не считаю, что я уверенный в себе человек. Хотя могу допустить, что для многих, поскольку такой вопрос мне задается, как стать уверенной в себе, я кажусь человеком в себе уверенным. А так вот, можно не быть уверенным в себе человеком, но производить впечатление, улыбаясь, нося красную помаду, красные ногти, держа осанку, что еще, имея хороший бюстгальтер, можно производить на всех впечатлений действительно уверенно в себе особо. Кстати, по поводу бюстгальтера не раскрыла тему, что называется. Когда мы чувствуем, что у нас здесь, ну, вот как-то не очень, мы поэтому и сутулимся, чтобы вот это не очень под нависшими складочками одежды спрятать. Соответственно, и осанка уходит, и, в общем-то, здесь все вот таким вот образом у нас становится. Поэтому, пожалуйста, грудь вперед, но для этого действительно классный базовый бюстгальтер за небольшие деньги можно себе подобрать. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем выглядеть классно, хорошо, стильно, чувствовать себя уверенными в себе, даже если этой уверенности кому-то не хватает. Ну, а если нет такой необходимости чувствовать себя уверенным человеком, то просто им выглядеть, потому что действительно окружающие реагируют по-разному. И, скажем так, да, реагируют по-разному на людей, которые производят впечатление человека успешного, уверенного в себе, и на человека, который грустен, печален и, в общем-то, не знает себе цену, не умеет себя нести. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...